Всем привет! Я Вика Виноградова. Это канал Рецепты для лентяев. Это кошка Ириска, которая тоже почему-то рвется в кадр. Сегодня покажем, как приготовить очень простые, очень ленивые перекусы. Да, Ириска? Сделаем несколько вариантов. У нас будут и сладенькие, и солененькие. Главное, все готовятся проще простого. Приступаем! Начать я предлагаю с бутербродов. Даже не с бутербродов, а с сэндвичей. Сэндвичи все любят, они готовятся за считанные минуты. Я вам покажу. Очень классные пару вариантиков. Я думаю, вы такие еще не пробовали. Для быстрых сэндвичей понадобится готовое мясо. Я взяла в магазине уже запеченную куриную грудку. Можно взять карбонат, ветчину, мясной орех, вареная колбаса тоже подойдет. Или, например, если осталось мясо с ужина, тоже годится. Нарезали и берем следующий ингредиент. Сыр. Нарезаем его тонкими пластинками. Либо можно сразу купить сыр в пластинках, чтобы было еще быстрее. Я буду делать горячий сэндвич в мини-пекарне. Она у меня от бренда Red. Можно подогреть в микроволновке, можно сделать на гриле или, например, запечь в духовке. Выкладываем хлеб для тостов. Поливаем его кетчупом или любым другим томатным соусом. Укладываем пластинки сыра. Сыр у меня самый обычный полутвердый, типа российского. Поверх сыра выкладываем курицу. Ну или, как мы договорились, любое другое готовое мясо. И далее можно, как вариант, положить морковь по-корейски. Это будет очень вкусное сочетание. Либо вместо моркови можно взять томаты. Можно взять свежие, нарезать их тонкими кружочками. Либо очень классно взять вяленые томаты. Сочетание будет крутейшее. Еще вариант сделать сэндвич поострее, положив в него маринованный перчик халапеньо. Будет очень пикантно. Вместо маринованного можно взять свежий перец чили. Либо вообще заменить его на обычный сладкий перец. Накрываем каждый сэндвич вторым куском хлеба. И запекаем в мини-пекарне несколько минут до румяных боков и расплавленного сыра. Получаются, ну, очень вкусные горячие бутерброды. А еще у меня для вас есть необычный рецепт оладушек. Тоже очень-очень простой, очень ленивый. Ну, там такое интересное вкусное сочетание. Я его причем упростила за счет некоторых ингредиентов. Получилось просто классно. В миску разбиваем 2 яйца. Добавляем 2 столовые ложки сметаны или натурального йогурта. 80 грамм натертого полутвердого сыра. И еще берем готовый магазинный паштет. У меня это печень индейки. Можно взять утиной, куриный. В общем, из любой птицы. Паштета, как и сыра, также грамм 80. Все хорошенько перемешиваем, чтобы паштет равномерно распределился. Подсаливаем и добавляем 2 столовые ложки муки. Больше уже не нужно. У нас должна получиться консистенция, как на оладушке, чтобы тесто плавно стекало с вилки. Я буду готовить оладьи в мини-пекарне. Потому что вы сами периодически просите в комментариях показать рецепты именно для мини-пекарни. Но, естественно, можно просто пожарить на сковородке, как самые обычные оладушки. Смазали нагретую поверхность растительным маслом. И выкладываем тесто. Запекаем примерно по 4-5 минут, в зависимости от мощности мини-пекарни. За это время оладьи подрумянятся и тесто полностью пропечется. Вот такие красавчики получаются. Очень вкусное сочетание печени и сыра. С утра с кофеечком или днем в качестве перекуса это будет идеально. А еще и риска, как и все девочки, любят что-нибудь сладенькое. Так что я предлагаю сделать еще и сладкий перекус. У нас будет такой очень простенький, быстрый, закрытый пирог с фруктами. Да, риска. Нам понадобится половина яблока. Можно взять сладкий сорт, как у меня. Можно кислый. Натираем на крупной терке прямо вместе с кожурой. Еще берем половину банана и также натираем на терке. Фрукты посыпаем сахаром буквально чайная ложка и пол чайной ложки корицы. Если банан сам по себе очень спелый и сладкий, а вы не сладкоежка, то можно вообще обойтись без сахара. Еще нам понадобится лист слоеного бездрожжевого теста. Примерно прикидываем размеры противня, на котором будем готовить, и раскатываем тесто. Я буду запекать такой пирог в мини-пекарне. Для этого подойдет как вкладка с прямой поверхностью, так и вкладка для гриля, если она, как у меня, с углублением. Смазываем нагретую поверхность растительным маслом, выкладываем половину теста и укладываем начинку, стараясь оставлять по периметру небольшой отступ, чтобы начинка потом не вываливалась из пирога. Вместо мини-пекарни можно точно так же приготовить этот пирог в обычной духовке. По времени запекания будет примерно так же, как с мини-пекарней. Накрываем начинку второй половиной теста и запекаем минут 12-15, в зависимости от мощности мини-пекарни. Если делаете в духовке, возможно, потребуется минут 15-20, чтобы тесто полностью пропеклось. Получается хрустящий пирог с такой сладкой фруктовой начинкой и ароматом корицы. Потрясающий рецепт, когда хочется чего-нибудь сладенького к чаю. Вот такие блюда, вот такие перекусы. Надеюсь, они вам понравились. У меня на этом все. Большое спасибо, что посмотрели видео. Хорошего вам настроения, всего самого замечательного. Всем пока!